Актриса Елизавета Арзамасова не один год занимается боготворительностью. Девушка входит в попечительский совет фонда «Старость в радость». Узнав об инклюзивной творческой лаборатории в Ульяновске, звезда сериала «Папины дочки» встретилась с детьми-инвалидами, участниками проекта «Оживший музей». Для гостей ребята продемонстрировали сцену из своего нового спектакля, который называется «Литературная гостиная». Мы с ребятами, имеющими различную степень инвалидности, занимаемся театрализацией музейного пространства. Елизавета этот проект очень заинтересовала, и в качестве такого вдохновляющего для детей визита она нас сегодня посетила и посмотрела небольшой отрывок нашего спектакля. В постановке дети с ограниченными возможностями показали светскую жизнь Симбирска в XIX веке. Ребята были одеты в исторические костюмы, танцевали, пели и рассказывали стихотворения. Несмотря на волнение, актеры инклюзивной лаборатории справились и поразили Елизавету своим выступлением. После начаепития ребята рассказали о своих успехах и трудностях. Актриса, в свою очередь, вспомнила съемки в популярном ситкоме «Папины дочки». И вот за ночь нужно было выучить 24 страницы текста, вот как сейчас помню. И мне это доставали всегда особенные реплики. Честно говоря, я не всегда сама понимала, что я говорю. В конце мероприятия гостью вручила каждому ребенку памятный подарок. Актрису также не оставили без внимания. Зампред правительства Вадим Андреев поблагодарил Елизавету Арзамасову за участие в мероприятии и вручил подарок. Спасибо огромное. Стоит отметить, инклюзивно-творческая лаборатория появилась в Ульяновске в 2021 году. Ребята здесь занимаются на постоянной основе. Всего в проекте «Оживший музей» участвует порядка 10 семей. Большую помощь и поддержку детям оказывают их родители.